Здравствуйте! Это еженедельный налоговый обзор, а значит пришло время подвести итоги уходящей недели. Председатель Государственного налогового комитета Шерзот Кудбиев избран председателем Федерации настольного тенниса Узбекистана. Состоялась встреча с председателем Совета директоров Центра развития перспективных технологий Российской Федерации Михаилом Дубиным. Зарубежные коллеги высоко оценили темпы внедрения системы цифровой маркировки в Узбекистане. В ходе диалога намечены планы дальнейшего сотрудничества. В Агентстве информации и массовых коммуникаций прошла пресс-конференция, посвященная мерам фискальных органов, предпринимаемым для сокращения доли теневой экономики в сфере обслуживания. Была представлена информация о результатах цифровизации сферы. Руководство Государственного налогового комитета и начальники структурных подразделений ответили на вопросы журналистов о системе возврата гражданам 1% от суммы покупок и порядке рассмотрения обращений в сервисе «Налоговый партнер». Подробная информация о мероприятии в публикациях на наших официальных ресурсах. При Министерстве финансов и Государственном налоговом комитете создан ученый совет. В его состав вошли ведущие экономисты, эксперты и представители хозяйствующих субъектов. Ученый совет занимается изучением влияния коэффициента налогового разрыва в цепочке НДС на отрасли экономики, в частности на сокращение доли теневой предпринимательской деятельности. Государственный налоговый комитет совместно с аудиторской компанией провел вебинары на узбекском и русском языках о правилах трансфертного ценообразования в Узбекистане и порядке заполнения уведомления о контролируемых сделках. Специалисты рассказали, что одной из часто встречающихся ошибок, которые выявляют при предпроверочном анализе, является искажение налоговых ставок под акцизных товаров и услуг при представлении отчетности по акцизному налогу. Чтобы избежать недочетов, необходимо правильно отражать налоговые ставки, указанные в соответствующих статьях Налогового кодекса. Потребителям с начала года выплачено более 68 миллиардов суммов кэшбэка. Напомним, что оставшиеся суммы тоже подтверждаются по мере того, как субъекты предпринимательства представляют налоговую отчетность, исправляют в ней недостатки и погашают налоговую задолженность. Если вы хотите узнать, как перевести свой кэшбэк на банковскую карту, воспользуйтесь инструкцией на нашем YouTube-канале. Это были главные темы прошедшей недели. Следите за новостями на нашем официальном сайте и каналах в социальных сетях. Поздравляем всех соотечественников с праздником Рамазан Хаид. Желаем мира, добра и благополучия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова